здравствуйте дорогие друзья с вами свежий выпуск еженедельного дайжеста православной службы милосердия и я татьяна курлаева наш выпуск мы хотим начать с добрых новостей буквально несколько дней назад нашим подопечным 17 пожилым тяжело больным инвалидам удалось выехать в город алопаевск в паломничество в свято-троицкий храм и в склеп который там находится паломничество заняло целый день рано утром выехали и вечером вернулись это целый подвиг для наших подопечных как физическом плане так и в духовном по пути в святой город в алопаевск мы читали акафист елизавете федоровне молились ей батюшка сказал духовное слово и отвечал на вопросы нас сопровождал отец тимофей глотков который окормляет патронажную службу и регулярно навещает пожилых и инвалидов на дому в алопаевске нас очень гостеприимно встретил отец дмитрий и прихожане свято-троицкого храма они нас накормили плотным сытным обедом провели экскурсию и просто душевно по-человечески встретили от всего сердца говорю спасибо от наших подопечных благотворителям эта поездка стала возможна только благодаря вам также благодарим наших добровольцев и сотрудников сопровождающих и помогающих подопечным очень радостно видеть глаза подопечных посетивших такое святое место съездивших съездивших в паломничество с добровольцами с сотрудниками службы пообщавшихся друг с другом это правда для них настоящий праздник сейчас я расскажу о трех новых просьбах которые появились на нашем сайте мы собираем средства на приобретение билетов на поезд и проживание в новосибирске для проведения операции нашей подопечной анжелики садиковой восьмилетней девочки нужно хирургическое вмешательство на сердце и только благодаря нашей с вами помощи ребенок сможет нормально жить дальше 20 лет назад в православной службы милосердия появился центр защиты семьи колыбель и с этого момента не прекращалась работа по спасению детских жизней и поддержки беременных и женщин в кризисной ситуации в день празднования святых богу отец и акима и анны святых покровителей колыбели мы хотим поблагодарить всех специалистов кто связал свою жизнь с церкви с центром защиты семьи и вручить им памятные подарки мы просим поддержать нас в этом начинании и передать свою благодарность за многолетний труд во благо защиты семейных ценностей пятилетнему данили диагноз дцп поставили через несколько месяцев после рождения и вместе с низким мышечным тонусом это не дает мальчику удерживать свое тело стоять и сидеть но шанс на улучшение есть после первого курса занятий в бассейне на которой маме да не пришлось взять кредит стал заметен прогресс в развитии сейчас мы собираем средства на новый курс реабилитации для малыша и очень надеемся на вашу столь необходимую поддержку как вы знаете каждую просьбу о помощи можно найти на на нашем сайте якобы милосердия точка ру и хоть все просьбы разные на их объединяет одно потребность в нашей с вами помощи в прошлом выпуске мы рассказали о новом сотруднике патронажной службе ирина колтышевой сегодня мы хотим рассказать историю нашей подопечной светланы робертовны которую навещает ирина о том как православная служба милосердия вошла и осталась в ее жизни расскажет сама подопечная мне отказали ноги отказали ноги полностью я падала я ходила перед этим занималась скандинавской ходьбой а потом после падения я уже не смогла на ноги встать ноги меня не держали полностью вы знаете оказавшись в таком положении я обратилась в храм я не ходила в церковь была просто за бежанкой то есть я могла в церковь зайти помолиться уйти и все ко мне стал приходить батюшка каждые три недели я у батюшки исповедуюсь и причащаюсь вы знаете и по жизни потом ко мне стали приходить из храма добровольцы я вынуждена была обратиться к услугам добровольцев несколько человек приходили ко мне сменяя один другого вечером обязательно приходили люди поменять памперсы вместе с тем это мои стали лучшие друзья которые мне помогали люди люди добрее чем я думала раньше я не просила уже помощи люди сами приходили ко мне и помогали я я с радостью встречала каждого человека он мне стал родным такие люди мне и сейчас помогают я перестала ходить перестала и перестала писать я не могу сейчас писать я не чувствую своих ног пальцы плохо действует на руке а на ногах вообще не чувствовать ничего нет чувствительности вот такие мои дела но я в общем то особенно не падаю духом потому что на все воля божья так и со мной приносили литературу читать я очень много читала о святых отцах и вот однажды мне попалась книга о святом преподобном отце гаврииле из грузии мне настолько впечатлила его вера господа бога понимаете вот как то я я в этого святого просто влюбилась и вот сейчас я верю в силу его его слов в силу жизненного трудного такого его пути у меня еще присоединилось заболевание не только ног но и было очень сложно избавиться недержания это страшное дело я вынуждена была попросите помощи много у меня добровольцев были которые перестали сидеть в какое-то время ну вот среди добровольцев появилась Ирина это лучше здоровый человек приходит всегда с улыбкой всегда настолько хорошо помолвает что после нее хочется ну поднимается дух вера в людей без православной службы милосердия мое существование оно не получилось бы если бы не служба милосердия и поддержка со стороны сотрудников я бы уже не жила поэтому служба милосердия это большая поддержка в жизни таких людей как я подошел к концу очередной выпуск новостей православной службы милосердия и я Татьяна Курлаева прощаюсь с вами всего через неделю мы вновь встретимся расскажем о наших новостях а тем временем напоминаю о нашем сайте якобы милосердия.ру о социальных сетях вконтакте телеграм где вы можете подробно прочитать и посмотреть всю актуальную информацию о жизни и помощи нашим подопечным спаси бог дорогие друзья за ваше внимание и поддержку и до новых встреч в следующих выпусках до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч